Добрый день! Я приветствую всех гостей и подписчиков канала 18 соток. И сегодня мы будем готовить очередной соус. Этот соус называется южноафриканский сверхострый соус. Для приготовления этого соуса нам понадобится перец. Я взял перец пхуджалоки с рейтингом остроты в 1 миллион скобелей. У нас будет пхуджалоки елов, вот она, пхуджалоки пич и пхуджалоки гольд. Нам понадобится полкило перца, два персика или два нектарина, два банана, яблочный уксус 330 миллилитров, растительное масло 50 миллилитров, соль 3 чайных ложки и 25 зубков чеснока. Так как у меня чеснок очень крупный, я взял немного меньше. Теперь нам нужно будет почистить и нарезать банан, нектарин и перец. Вначале обжариваем чеснок, добавляем растительное масло, разогреваем и обжариваем чеснок. Заливаем его в течение 3-4 минут, чуть-чуть, чтобы он немножко-немножко подрумянился. Постоянно помешивая, чеснок может пригореть. Мы можем применять либо кастрюлю с антипригарным дном, либо на сковороде. Наш чеснок готов, теперь добавляем банан и жарим в течение 5 минут. Банан с чесноком немного обжарились, теперь добавляем мектарин. Жарим еще 10 минут. Остаем уже помешивать. Какой аромат идет! Во время приготовления, если у вас будет подгорать, вы можете добавить еще немного растительного масла или немножко водички, чтобы не было таким сухим. И нужно постоянно помешивать, чтобы наше зелье не пригорело. Прошло 10 минут. Теперь добавляем соль, 3 чайных ложки. Добавляем 1,5 стакана воды. Это 375 миллилитров. Размешиваем все. И добавляем сам перец. Добавляем перец. Уже почти все готово у нас. Добавили перец. Все хорошо перемешать, накрыть крышечкой и тушить еще 20 минут. Сейчас мы все перемешаем хорошенько. Какой запах, какой аромат идет! Все надо хорошо перемешать. Тушить надо на медленном огне. Надо посматривать, чтобы оно не пригорело. Все, теперь накрываем крышкой и тушим еще 20 минут. Прошло 20 минут. Все уже у нас приготовилось. Теперь выключаем газ и оставляем, чтобы соус немножко остыл. Как только он остынет, мы его загрузим в блендер и измельчим. Наш соус немножко остыл, уже не такой горячий. Сейчас мы его загрузим в блендер и измельчим. Горячий нельзя загружать в блендер. Почему? Потому что может от горячего лопнуть чашка блендера. Загружаем и измельчаем. Загрузили часть соуса в блендер. Теперь наливаем уксус. Уксус наливаем столько, чтобы наш соус принял нужную нам консистенцию. Сначала понемногу налили. И будем смотреть, какая консистенция нам нужна. Включаем. Так, мы перемололи все ингредиенты, измельчили. Теперь все заливаем в кастрюлю и ставим на маленький огонь. И доводим соус до кипения. Он должен покипеть где-то одну минуту или две. Наш соус скоро закипит. И надо постоянно помешивать. Он еще может пригореть. Соус получился, смотрите, какой густой. Какая красота, запах какой. Какая консистенция. Очень приятный и очень и очень острый. Вот получилось здесь где-то полтора литра соуса. Это с полукилограмма пхуджалоки. Такой соус имеет остроту в один миллион сковелей. Ой, какая красота. Теперь осталось подождать, пока закипит наш соус. Закипел, он покипел минуту. Сейчас мы его выключаем. И горячий соус разливаем по стерилизованным банкам или бутылкам. Вот готов наш соус. Соус получился очень густой. Очень ароматный. Этот соус не сладкий. Если мы делали с банана и с нектарина, это не значит, что он будет сладкий. Это обычный классический соус. Со вкусом классического соуса. С полки его получилось полтора литра соуса. Такой соус очень-очень вкусный. Вы можете заказать такие соусы у нас. Чтобы посмотреть, какие соусы у нас есть, вы можете посмотреть ссылочки под этим видео. Это ссылки на семена острого перца. И в самом конце каталога там находятся все соусы, которые мы делаем, которые у нас на продаже. Так что заказывайте, пробуйте наши соусы. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok